Я волшебник, дед Всевед, мне в обед всего сто лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ РУССКАЯ СКАЗКА В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было три сына. Все они были на возрасте. Только мать их вдруг унес Кощей Бессмертный. Старший сын и просит у отца благословения, искать мать. Отец благословил, он уехал и без вести пропал. Середний сын пождал-пождал, тоже выпросил у отца. Уехал, и тот без вести пропал. Малый сын, Иван-Царевич, говорит отцу, Батюшка, благословляй меня искать матушку. Отец не пускает. Говорит, тех нет, братовей, да и ты уедешь. Я с кручины умру. Нет, батюшка, благословишь поеду и не благословишь поеду. Отец благословил. Иван-Царевич пошел выбирать себе коня. На которого руку положит, тот и падет. Не мог выбрать себе коня. Идет дорогой по городу, повесил голову. Неоткуда взялась старуха и спрашивает. Что, Иван-Царевич, повесил голову? Уйди, старуха. На руку положу, другой пришлепну. Мокренька будет. Старуха обижала другим переулком. Идет опять навстречу. Говорит, здравствуй, Иван-Царевич, что повесил голову? Он и думает, что же старуха меня спрашивает. Не поможет ли мне она? И говорит ей, вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня. Дурашка, мучишься, а старухе не кучишься. Отвечает старуха, пойдем со мной. Привела его к горе, указала место. Скапывай эту землю. Иван-Царевич скопал, видит чугунную доску на двенадцати замках. Замки он тотчас ее сорвал и двери отворил. Вошел под землю. Тут прикован на двенадцати цепях богатырский конь. Он, видно, услышал ездока по себе. Заржал, забился, все двенадцать цепей порвал. Иван-Царевич надел на себя богатырские доспехи. Надел на коня узду, черкасское седло. Дал старухе денег и сказал. Благословляй и прощай, бабушка. Сам сел и поехал. Долго ездил. Наконец доехал до горы. Прибольшущая гора. Крутая. Взъехать на нее никак нельзя. Тут и братья его ездят возле горы. Поздоровались, поехали вместе. Доезжают до чугунного камня. Пудов полтораста. На камне надпись. Кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет. Старшие братовья не смогли поднять камень. А Иван-Царевич с одного маку забросил на гору. И тотчас на горе показалась лестница. Он оставил коня. Наточил из мизинца в стакан крови. Подает братьям и говорит. Ежели в стакане кровь почернеет, не ждите меня. Значит, я умру. Простился и пошел. Зашел на гору. Чего он не насмотрелся. Всякие тут леса, всякие ягоды, всякие птицы. Долго шел Иван-Царевич. Дошел до дому, огромный дом. В нем жила царская дочь, утащена Кощеем Бессмертным. Иван-Царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь увидала человека, вышла на балкон, кричит ему. Тут, смотри, у ограды есть щель. Потронь ее мизинцем и будут двери. Так и сделалось. Иван-Царевич вошел в дом. Девица его приняла, напоила, накормила и расспросила. Он ей рассказал, что пошел доставать мать от Кощея Бессмертного. Девица говорит ему на это. «Трудно доступать мать, Иван-Царевич. Он ведь бессмертный, убьет тебя. Ко мне он часто ездит. Вон у него меч в пятьсот пудов. Поднимешь ли его? Тогда ступай». Иван-Царевич не только поднял меч, еще бросил кверху. Сам пошел дальше. Приходит к другому дому. Двери знает, как искать. Вошел в дом. А тут его мать. Обнялись, поплакали. Он и здесь испытал свои силы. Бросил какой-то шарик в полторы тысячи пудов. Время приходит быть Кощею Бессмертному. Мать спрятала его. Вдруг Кощей Бессмертный входит в дом и говорит. «Фу-фу! Русской коске слыхом не слыхать, видом не видать. А русская коска сама на двор пришла. Кто у тебя был? Не сын ли? Что ты, Бог с тобой? Сам летал по Руси, нахватался русского духа. Тебе и мерещится», – ответила мать Ивана-Царевича. А сама поближе с ласковыми словами к Кощею Бессмертному выпрашивает то, другое и говорит. «Где же у тебя смерть, Кощей Бессмертный?» «У меня смерть», – говорит он. «В таком-то месте. Там стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть», – сказал это Кощей Бессмертный. Побыл немного и улетел. Пришло время, Иван-Царевич благословился у матери, отправился по смерть Кощея Бессмертного. Идет дорога и много времени, не пивал, не едал, хочет есть до смерти и думает, кто бы на это время попался. Вдруг волчонок, он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха и говорит. «Не тронь моего детища, я тебе пригожусь. Быть так!» Иван-Царевич отпустил волка, идет дальше, видит ворону. «Постой», – думает. «Здесь я закушу». Зарядил ружье, хочет стрелять. А ворона и говорит. «Не тронь меня, я тебе пригожусь». Иван-Царевич подумал и отпустил ворону. Идет дальше. Доходит до моря, остановился на берегу. В это время вдруг взметался щучонок и выпал на берег. Он его схватил, есть хочет смертно, думает. «Вот теперь поем». Неоткуда взялась щука и говорит. «Не тронь, Иван-Царевич моего детища, я тебе пригожусь». Он и щучонка отпустил. «Как пройти море?» Сидит на берегу, да думает. Щука ровно знала его думу. Легла поперек моря. Иван-Царевич прошел по ней, как по мосту. Доходит до дуба, где была смерть Кощея Бессмертного. Достал ящик, отворил. Заяц выскочил и побежал. «Где тут удержать зайца?» Испугался Иван-Царевич, что отпустил зайца, призадумался. А волк, которого он не убил, кинулся за зайцем, поймал и несет к Ивану-Царевичу. Он обрадовался, схватил зайца, распорол его и как-то оробел. Утка вспорхнула и полетела. Он пострелял, пострелял, мимо. Задумался опять. «Неоткуда взялась ворона с воронятами и ступай за уткой». Поймала утку, принесла Ивану-Царевичу. Царевич обродел, достал яйцо, пошел. Доходит до моря, стал мыть яичко. Да и ранил в воду. «Как достать из моря? Безмерно глубь!» Закручинился опять Царевич. Вдруг море встрепенулось, и щука принесла ему яйцо. Потом легла поперек моря. Иван-Царевич прошел по ней и отправился к матери. Приходит, поздоровались, и она его опять спрятала. В это время прилетел Кощей Бессмертный и говорит. «Фу-фу! Русской коске слыхом не слыхать, видом не видать, а здесь Русью несет!» «Что ты, Кощей? У меня никого нет!» Отвечает мать Ивана-Царевича. Кощей опять и говорит. «Я что-то не могу!» А Иван-Царевич пожимал яичко. Кощей Бессмертного от того коробила. Наконец Иван-Царевич вышел, кажет яйцо и говорит. «Вот, Кощей, Бессмертный, твоя смерть! Тот на коленке против него и говорит. Не бей меня, Иван-Царевич! Станем жить дружно! Нам весь мир будет покорен!» Иван-Царевич не обольстился его словами, раздавил яичко, и Кощей Бессмертный умер. Взяли они Иван-Царевич с матерью, что было нужно. Пошли на родимую сторону. По пути зашли за царской дочерью, которой Иван-Царевич заходил вперед. Взяли ее с собой, пошли дальше. Доходят до горы, где братья Ивана-Царевича все ждут. Девица говорит. «Иван-Царевич, воротись ко мне в дом! Я забыла подвенечное платье, бриллиантовый перстень и нешитые башмаки!» Между тем он спустил мать и царскую дочь, с коей не условились дома обвенчаться. Братья их приняли, да взяли спуск и перерезали. Чтобы Ивану-Царевичу нельзя было спуститься. Мать и девицу как-то угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-Царевича не сказывали. Прибыли в свое царство. Отец обрадовался детям и жене, только печалится об одном Иване-Царевиче. А Иван-Царевич воротился в дом своей невесты, взял обручальный перстень под венечное платье и нешитые башмаки, приходит на гору, метнул с руки на руку перстень. Явилось двенадцать молодцов. Спрашивают, что прикажете? Перенесите меня вот с этой горы. Молодцы тотчас его спустили. Иван-Царевич надел перстень, их не стало. Пошел в свое царство, приходит в город, где жил его отец и братья, остановился у одной старушки и спрашивает, что бабушка нового в вашем царстве? – Да чего, дитятка! Вот наша царица была в плену у Кощея Бессмертного, ее искали три сына, двое нашли и воротились, а третьего Ивана-Царевича нет и не знают где. Царь кручинится об нем, а эти царевичи с матерью привезли какую-то царскую дочь. Большак жениться на ней хочет, да она посылает наперед куда-то за обручальным перстнем или велит сделать такое же кольцо, как ей надо. Уже клич кличут, да никто не выискивается. – Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь? – А я пособлю, – говорит Иван-Царевич. Старуха в кою пору скрутилась, побежала к царю и говорит, – Ваше царское величество, обручальный перстень я сделаю. – Сделай, сделай, бабушка, мы таким людям рады, – говорит царь, – а если не сделаешь, то голову на плаху. Старуха перепугалась, пришла домой, заставляет Ивана-Царевича делать перстень. А Иван-Царевич спит, мало думает, перстень готов. Он шутит над старухой, а старуха трясется вся, плачет, ругает его. – Вот ты, – говорит, – сам вот в стороне, а меня дуру подвел под смерть. Плакала-плакала старуха и уснула. Иван-Царевич встал поутру рано, будет старуху. – Вставай, бабушка, доступай, понеси перстень, да смотри, больше одного червонца за него не бери, если спросят, кто сделал перстень, скажи сама, на меня не сказывай. Старуха обрадовалась, снесла перстень, невесте понравился. – Такой, – говорит, – и надо. Вынесла ей полно блюда золота, она взяла один только червонец. Царь говорит, – что, бабушка, мало берешь, на что мне много-то, ваше царское величество, после понадобятся, ты уж мне дашь. Пробаяла эта старуха и ушла. Прошло сколько-то время, вести носятся, что невеста посылает жениха за подвенечным платьем или велит сшить такое же, как ей надо. Старуха и тут успела, Иван-Царевич помог, снесла подвенечное платье. Потом снесла нешитые башмаки, а червонцев брала по одному и сказывала, что вещи сама делает. Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба. Дождались и того дня. А Иван-Царевич старухе заказал, – смотри, бабушка, как невесту привезут подвенец, ты скажи мне. Старуха время не пропустила, Иван-Царевич тотчас оделся в царское платье, выходит, – вот бабушка я какой, старуха в ноги ему, – батюшка, прости, я тебя ругала, Бог простит. Приходит в церковь, брата еще не было, он встал в ряд с невестой, их обвенчали и повели во дворец. На дороге попадается навстречу жених, большой брат. Увидал, что невесту ведут с Иваном-Царевичем, – ступай-ка со стыдом обратно. Отец обрадовался Ивану-Царевичу, узнал о лукавстве братьев, и как отпировали свадьбу, больших сыновей разослал в ссылку, а Ивана-Царевича сделал наследником. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова